Здравствуйте! Сегодня мы познакомимся с вами с выставкой «Калымчане-танкисты». С начала Великой Отечественной войны под лозунгом «Все для фронта, все для победы» по инициативе граждан был создан Фонд обороны Советского Союза. Советские люди добровольно жертвовали свои деньги и материальные ценности на поддержку Красной Армии. Всего за годы войны было собрано 16 миллиардов рублей. На эти средства были построены более 2,5 тысяч боевых самолетов, несколько тысяч танков и другая различная военная техника. К середине 1944 года более 500 жителей Калмы и Чукотки единовременно внесли от 10 до 50 тысяч своих личных сбережений. В ответ все они получили от Верховного Главнокомандующего благодарности за заботу о Красной Армии. Также они направляли просьбу отправить их на фронт. Среди них были и бывшие заключенные. Более 70 человек получили разрешение воевать на танках, приобретенные наличные средства. Одними из первых дольствоевцев, которым удалось выбраться на фронт, стали трое работников госавтоинспекции. Они по испоряжению танковых войск были направлены в Казанскую высшую офицерскую военную школу. Получив младшие офицерские звания, впоследствии они были отправлены на фронт. Одним из самых знаменитых подвигов Колымы времен Великой Отечественной войны и в истории бронетанковых войск Красной Армии стала добровольная отправка на фронт супружеской пары Ивана Федоровича и Александра Леонтьевна Бойко. В январе 1943 года они едновременно внесли 50 тысяч рублей на создание боевой машины и обратились с просьбой к Иосифу Васильоновичу разрешить им воевать на нем. В конце 1943 года они получили положительный ответ и были направлены в Челябинское танково-техническое училище. Уже летом 1944 года в составе 48-го отдельного тяжелого гвардейского полка они участвовали в освобождении Прибалтики, Белоруссии, Польши и Чересловакии, где они и встретили победу. Примечательен тот факт, что Александра Леонтьевна являлась командиром танка, а ее муж Иван Федорович являлся механиком-водителем. За годы войны они уничтожили пять танков и несколько орудий. Александра Леонтьевна была награждена Орденом Отечественной войны первой степени, а ее муж был награжден Орденом Красного Знамени. В 1946 году они вернулись в Магадан, где и продолжили свою работу. Александра Леонтьевна была назначена директором хлебозавода, а ее муж Иван Федорович заместителем начальника Магаданской автобазы. В 1991 году они оба были удостоены звания почетный гражданин города Магадана. На данной фотографии представлен коллектив работников авторемонтного завода. Все они сдали деньги на постройку боевой машины. Впоследствии обратились к Сталину с просьбой воевать на нем. Среди них был и Ефанов Алексей Михайлович. Он также сдал деньги на постройку танка. Впоследствии воевал на территории Восточной Пруссии. В бою был тяжело контужен, проходил длительную реабилитацию в Москве. За мужество и героизм, проявленные в бою, он был награжден Орденом Отечественной войны второй степени. В 1955 году он вернулся в Магадан, где работал в Магаданском механическом заводе инженером-конструктором. По примеру семьи Бойко, Ходорсько Алексей Петрович и Цыбин Нил Тимофеевич также внесли деньги на постройку боевой машины в размере 40 тысяч рублей. Они отправили телеграмму Осипу Сирионовичу Сталину с просьбой разрешить им воевать на нем. Все они получили положительный ответ и после были отправлены в Танково-техническое Челябинское училище. Они участвовали в освобождении территории Европы. Впоследствии были награждены оба Орденом Отечественной войны второй степени и Орденом Красной Звезды. Подведя итог, можно отметить, что коемчане-танкисты достойно проявили себя на полях сражения. Они участвовали в освобождении Советского Союза, в освобождении Европы от нацистской Германии. Они гибли в боях, получали ранения и ожоги. За мужество и героизм были отмечены высокими правительственными нарадами. Подвиг их бессмертен. Продолжение следует...